МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «День города» и я, ее ведущая, Олеся Котровская. Главная тема сегодня. Мутные воды оки в Рязани ждут глиняное пятно из Калужской области. ДТП со скорой. Кто и кому не уступил дорогу? У меня зазвонил телефон. Коллекцию советских аппаратов представили на выставке в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике. 31 декабря станет выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила до 1 января 2022 года санитарные правила на период пандемии для детских садов, школ, лагерей и учреждений дополнительного образования. Постановление опубликовано на портале правовой информации. Правила на период пандемии запрещают мероприятия с участием нескольких классов или групп. Обязывают измерять температуру и проводить усиленную уборку. Документ не устанавливает очный или дистанционный порядок обучения. Решение о том, как организовывать процесс, принимают региональные власти. Три аварии и шесть травмированных. Такая статистика ДТП за прошедший день. Однако самым громким происшествием стала очередная авария с автомобилем скорой помощи. Подробности далее. Столкнулись на перекрестке. Авария с участием экипажа скорой помощи случилась на перекрестке улиц Радищева и Веденская. По предварительной информации, мусоровоз двигался по второстепенной улице и столкнулся с машиной скорой. 52-летний водитель автомобиля МАЗ на нерегулируемой перекрестке при повороте налево совершил столкновение с двигающимися по главной дороге автомобилем скорой медицинской помощи, который от удара совершил опрокидывание. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель скорой медицинской помощи с травмой был госпитализирован. Это не первая авария с участием автомобиля скорой помощи. Прошлое случилось 2 ноября на перекрестке улиц Гагарина и Братиславская. Тогда пассажир скорой медицинской помощи погиб на месте происшествия. За медицинской помощью обращались непосредственно пассажиры скорой медицинской помощи и три пассажира автомобиля Рено Логан, в том числе несовершеннолетний. Уже на следующий день, 3 ноября, произошла новая авария. Также на перекрестке, также с участием автомобиля скорой медицинской помощи УАЗ, у которого были включены спецсигналы. Произошло ДТП в 10-м часу утра на улице Куйбышевское шоссе. В результате аварии за медицинской помощью обращался пассажир УАЗа. Всего за последние сутки в Рязани области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести. В области произошло 20 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Валерий Седов, телекомпания «Город». Глиняное пятно, которое движется по оке из Калужской области, достигнет Рязани 9 декабря. Но поводов для беспокойства нет. Все очистные сооружения работают на полную мощность. Об этом сегодня журналистам заявил главный инженер городского водоканала Юрий Феоктистов. Напомним, еще в конце ноября в Калужской области из-за сброса сточных вод в реку Угру попала глиняная взвесь, которая образовала так называемое пятно. Далее мутная субстанция перекочевала в ваку и вызвала беспокойство у экологов и журналистов. Тем не менее, Максим Васильев настроен оптимистично. Вот эти еще ноябрьские фото темно-коричневой воды в реке Угра Калужской области изрядно напугали общественность. Кто-то даже заявил о неминуемой экологической катастрофе. Дескать, глиняная взвесь, плывущая по течению с разрушенного карьера, ушла в аку и теперь уничтожит всю ее экосистему. Страшилки в стиле «теперь оно идет к вам» специалистов Рязанского водоканала позабавили. Здесь давно уже знают, как обращаться с такими вот мутными водами. Да и сама река за почти двухнедельный путь постаралась. При прохождении определенных расстояний, конечно, происходит самоочищение. Естественно. Поэтому то пятно, которое было показано общественности, в таком виде уже сюда не дойдет. Оно будет уже гораздо меньших размеров. И, скорее всего, может быть уже практически незаметно. Но это не отменяет того, чтобы мы были готовы к тому, что нештатная ситуация может произойти на наших сооружениях. Ежедневно четыре очистные станции Рязанского водоканала пропускают почти 150 тысяч кубометров воды. На данный момент основные значения по мутности взвешенным веществам окисляемости для начала зимы в норме. Или, выражаясь языком технологов, в пределах фоновых значений. Никаких поводов для беспокойства нет. Глинистые отложения, в любом случае, как передает нам информацию Росприроднадзор по Калужской области, они не представляют опасности для жизни и здоровья населения. Они представляют только сложности в технологии водоочистки. То есть для того, чтобы очистить воду от глинистых отложений, водоканал должен использовать для очистки большие дозы сернокислого алюминия, запас которого у нас в настоящее время имеется. Прибытие Буровой пятна – ситуация пусть и не штатная, но вполне рабочая. Весной в половодье, когда с полей ваку уходит вся грязь, говорят в горводоканале, река обычно еще темнее, чем сейчас. И прибытие шоколадной воды в Рязань – сегодня эта история уже больше медийная, чем техногенная. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Одной из самых частых причин для убийства в регионе стал алкоголь. И обычный рассказ о таких происшествиях начинается с того, что люди выпивают вместе. Однако не в этот раз. В Сараевском районе разгорелись настоящие шекспировские страсти. Валерий Седов продолжит. Два трупа с огнестрельными ранами обнаружили в селе Высокое 30 ноября. К месту трагедии направились следователи, которым предстояло распутать всю цепочку событий. Как удалось выяснить, тела принадлежали некогда паре – 34-летнему мужчине и 30-летней женщине. Долгое время они встречались и даже жили вместе. По информации газеты «Комсомольская правда», у пары был ребенок. Однако в августе 2020 года по неизвестной причине они разорвали отношения. Мужчину такая ситуация не устроила, и он пытался все вернуть. Неоднократно звонил бывший и пытался контролировать ее круг общения. Сообщается, что мужчина даже говорил, что наложит на себя руки. Все эти угрозы и попытки контроля приводили только к ссорам. В ходе очередной такой ссоры, 30 ноября текущего года, поздним вечером, заметив автомобиль женщины у села Высокое Сараевского района, мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего оружия в находящуюся за рулем женщину. От полученных ранений она скончалась на месте. После этого мужчина покончил жизнь с самоубийством, выстрелив из того же оружия. В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся допросы свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Жильцов многоквартирных домов с января 2021 года ждет около 10 нововведений, сообщил эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Во-первых, больше нельзя будет хранить личные вещи на чердаках и на цокольных этажах. Во-вторых, без присмотра на балконах и лоджиях запретят оставлять свечи и непотушенные сигареты. А решетки, окна подвалов и аварийных выходов должны открываться. В противном случае будут назначаться штрафы. В-третьих, запретят использовать газовые приборы, если они неисправны или не прошли техническое обслуживание. Вероятно, речь идет в том числе и о газовых плитах, в связи с чем жильцам придется проводить диагностику техники за свой счет. Однако на практике вряд ли кто-то будет инициировать массовые проверки газового оборудования в домах без особой необходимости, заключил Кричевский. В Рязанской области стартовал межрегиональный лагерь-семинар студенческого актива «РАСА». Он проходит уже в 23-й раз. Из-за пандемии лагерь-семинар проводится в онлайн-формате. Золоткой упала с неба звезда, что не загадала, ну как всегда. Это слова из песни, которую обычно вожатые поют вместе с ребятами у костра. С нее начался лагерь-семинар студенческого актива «РАСА». Вместе со студентами ее исполняет Игорь Потапов, проректор лагеря и, можно сказать, один из его основателей-старожил. Еще когда это все задумалось, было немного непонятно, во что это выльется, поэтому и кого привлекать к этому лагерю. Начали мы с самых активных в области, в городе, это КВНщики. В то время движение в Рязани КВНовской было очень здорово развито, и поэтому первые два лагеря были исключительно для КВНщиков. Там проходила тоже школа КВНовская и пробовали различные мероприятия, которые могли бы стать наполнением, помимо всего. Во-первых, спортивные обязательно, созданные творческие какие-то вещи. Однако практически сразу организаторам «РАСА» стало понятно, что студентам нужны не только развлекательные мероприятия, но и серьезные обучающие программы. На них и сделали упор. Сейчас помимо спортивной универсиады, фестиваля искусств и «РАСА-видение» здесь разработано немало социальных проектов. Сразу же с первого дня, первая лекция – это то, как писать соцпроекты, как презентовать себя. И, в принципе, все лекции помогают нам настроить ребят на защиту этих проектов. В последний день, а именно в среду, мы будем их слушать, оценивать, ну и, конечно же, поддерживать самые лучшие проекты, чтобы они обязательно были реализованы. Несмотря на то, что в этом году лагерь-семинар «РАСА» проходит в онлайн-формате, он собрал 120 участников из различных регионов – Рязани, Тулы, Белгорода, Подмосковья, Москвы и Донецкой Народной Республики. В 2010 году я поехал участником и стало понятно, что то, что здесь происходит, это, во-первых, помогает, как и тебе, как личности, и может помочь другим. Имея возможности помочь людям, хочется, потому что, наверное, интересно оставить после себя какой-то след. Если этот след я оставлю для молодых ребят, которые сейчас могут воспользоваться знаниями, мне это очень приятно и хочется донести до них все это. В прошлом году на таком лагере-семинаре победил проект «Граффити», где трудные подростки помогали украшать серые стены социальных объектов яркими красками. На него специально были выделены средства. В этом году строгому жюри снова будет представлено ряд социальных проектов. Определить победителей предстоит в среду 9 декабря. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязанской области 31 декабря будет выходным днем для государственных служащих. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Денис Арапов. Соответствующее распоряжение правительства уже готовят, его опубликуют в ближайшее время. Согласно документу, рабочий день перенесут на субботу, 26 декабря. Частным организациям рекомендуют принять такое же решение. В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике открылась выставка «У меня зазвонил телефон». На ней можно будет увидеть коллекцию советских аппаратов. Выставка расскажет об истории телефонной сети Рязани. Подробности далее. Сегодня жизнь человека без телефона представить очень сложно. И даже поверить в то, что когда-то все начиналось с деревянной трубки, которую необходимо было приставлять то к уху, то к рту, тоже нелегко. Устройство первой в мире трубки было простым, но поговорить с помощью него было возможно, находясь на расстоянии не более 10 километров друг от друга. Это устройство придумал и запатентовал Александр Белл, американский изобретатель, в 1876 году. Что он собой представлял? Громоздкий деревянный ящик с трубкой и с ручкой, который надо было крутить, вырабатывать ток. Таким образом электричество подавало сигналы на коммутатор, специально такую установку. На коммутаторе зажигалась лампочка и барышня, то есть девушка, которая там сидела, соединяла вас с необходимым абонентом. На выставке в Рязанском Кремле представлены телефоны начала 20 века, производства компаний «Эриксон» и «Красная Заря». Самые первые появились в Рязани в 1898 году. Если Рязань брать, опять же, то в 1898 году уже было 40 абонентов в городе работало. В основном это были, конечно, госучреждения различные. И лишь только у губернатора 15 самых именитых граждан города были квартирные телефоны. К революции мы уже пришли, было абонентов около 350. Также на выставке представлена коллекция советских аппаратов 40-х, 80-х годов и современных сотовых телефонов начала 21 века. Посетители смогут увидеть фотографии телефонизации Рязани, телефонограммы, списки абонентов городской телефонной сети, телефонный коммутатор, наушники, телефонные справочники и записные телефонные книжки. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». И на сегодня это все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте город62.тв. Всего хорошего и до скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова